Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Закрывается текущая торговая неделя, поэтому мы поговорим о ключевых событиях, которые влияли на рынок, поговорим об отчете Disney, поговорим о падении нефти, также о продолжении укрепления американского доллара. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео и также вопросы, если у вас они появляются, обязательно оставляйте в комментариях. Итак, сезон отчета подходит к концу, да, уже большинство компаний отчитались, но также впереди и на следующей неделе также будут отчеты и других компаний, об этом мы поговорим в понедельник, но сегодня хотелось бы также обсудить отчет компании Disney. Многие держат ее в своем портфеле, такой мастодонт, да, компания работает уже давно и также старается выжить в современных реалиях. Ну, собственно, об этом и мы сейчас поговорим. Вчера произошел отчет компании, после того, как данные были опубликованы, компания на постмаркете подрастала. Собственно, причиной этому стали увеличение количества пользователей в сегменте стриминга ВТВ, а именно Disney+. Об этом заявила компания на 2 января, это 95 миллионов платных подписок, что довольно-таки много для данного сегмента и в связи в сравнении с другими конкурентами. Собственно, здесь тоже важно понимать, что в любом случае основной сегмент выручки компании это парки, да, они упали и здесь в целом падение сегмента видится на 53%, то есть выручка упала до 3,5 миллиардов, но текущая выручка составляет 16,2 против 15,9 миллиардов, которые ожидалось, то есть все равно выручка была опубликована лучше, чем ожидалось. Понятно, что данная компания страдает пока от последствий коронавируса, но как раз сегмент стриминговой ТВ позволяет компенсировать, потому что сейчас этот сегмент, он как никогда востребован, и компания продолжает также развиваться в этом направлении. Поэтому, в целом, это выглядит позитивно, да, для тех, кто держит акции данной компании. Компания делает подвижки для того, чтобы развиваться, да, в дополнительных, в смежных сегментах. Ну, к сожалению, у меня Disney в портфеле нет, поэтому я не так пристально слежу за данной компанией. А также, в целом, если говорить о ситуации на рынке, ну, во-первых, здесь важно понимать то, что пока мы видим, опять же, некоторое замедление в росте, рынок находится на локальных максимумах, американский доллар также укреплялся, хоть мы видели небольшое снижение, но, в целом, индексы находятся на локальных максимумах, а американский доллар тоже подрастает, и здесь вероятность коррекции тоже уже намечается. Собственно, по ключевым моментам, зачем следит рынок, во-первых, это все еще новый пакет стимулирующих мер, да, также оставшиеся отчеты компании, ну, и еще, может быть, позитивно то, что будет для фармацевтики, для Модерна, для Пфайзер. Байден заказал еще 200 миллионов доз по именно вакцины от коронавируса у компаний Модерна и Пфайзер. Скажем так, рынок недели закрывается в таком, в боковике, да, в небольшом, то есть мы не видели перехая несколько дней, да, если посмотреть на S&P 500 именно на дневной таймфрейм, то, да, мы видели перехая три дня назад, собственно, сейчас вот такая некоторая коррекция намечается, но, в целом, мы видим некоторую перекупленность, да, конечно, можем еще подрасти, но с большей вероятностью у нас будет еще одна волна коррекции примерно в области 3.800, да, то есть не факт, что она будет большой, но, тем не менее, пока мы видим то, что фондом-индексом все сложнее и сложнее расти, и этого не поддерживают также в том числе и европейские индексы, которые находятся в коррекции практически всю неделю, именно индекс DAX. Ну, а теперь с точки зрения торговых инструментов, что здесь стоит рассматривать по евро-доллару, да, сейчас мы видим некоторую попытку начала коррекционного, ну, нисходящего движения, то есть на дневном таймфрейме мы видели в январе, в феврале обновление минимум, которое было в январе, что пока дает некоторые предпосылки как раз на формирование нисходящей формации по данному инструменту. Здесь я для себя тоже частью объема буду пробовать входить на понижение, потому что, возможно, еще одна волна снижение в область 1.19, да, сейчас вот, ну, это текущая ситуация, которую мы видим на рынке, это вполне вероятно. Собственно, если цена сегодня сможет закрепиться ниже минимальной значения четверга, то я поставлю отложенный ордер и попробую также в эту ситуацию войти, но риски будут меньше, то есть я не буду входить с адаптным риском, потому что пока все-таки это, ну, скажем так, рынок пытается определиться, хочет он пойти вниз, или хочет пойти вверх, он может пойти равнозначно как в обе стороны, хоть и общий тренд пока сохранится восходящий, поэтому в данном случае я попробую здесь тоже заходить на понижение, тем более мы не увидели переобновление как раз локальных максимумов, которые мы видели во второй половине января, поэтому вероятность еще одной волны снижения здесь становится все выше и выше. Возможно, мы не подойдем к минимальным значениям, которые были в начале февраля, но вплотную к ним приблизиться мы можем, поэтому здесь за сделками следить нужно более пристально. Британская валюта с локальных максимумов, которые мы видели две торговые сессии назад, также корректируется, то есть сейчас мы видим с точки зрения часового таймфрейма начала коррекционного нисходящего движения, то есть коррекция здесь уже началась, но входить контртрендово по британской валюте здесь я точно не буду, буду ждать уровней остановки и смотреть, если будут хорошие точки для входа на присоединение как раз на продолжение тренда, то британскую валюту я рассмотрю, но пока здесь я вне рынка и вне идей по данной валютной паре. По паре американский доллар, канадский доллар, здесь я тоже для себя рассматриваю укрепление американского доллара, сейчас идет тенденция именно на то, что американский доллар может начать укрепляться, вполне вероятно, что можем увидеть данную тенденцию в течение нескольких месяцев, поэтому здесь я тоже для себя не исключаю возможность входа на продолжение как раз роста, тем более мы видели пери-хай, который был в феврале, соответственно давили максимальное значение с середины января, что дает некоторую предпосылку начал как раз восходящего движения, и вполне вероятно, что она здесь будет более затяжной. На отложенный ордер здесь я уже поставил, как и очень часто я вхожу в сделку, я не вхожу по рыночной цене, я ставлю отложенный ордер, если вижу коррекцию примерно на 50 процентов движения от предыдущего дня, то в данную сделку мне было бы интересно войти, да, с точки зрения соотношения риск-прибыль, поэтому отложенный ордер у меня стоит, уже есть сигнал на то, что можно покупать, то есть с точки зрения часового таймфрэма у нас рост уже начался, но мне по текущим ценам входить не интересно, если будет коррекция, то в данную валюту я войду. А по паре американский долг, японская иена, здесь та же самая ситуация, то есть если мы посмотрим на последние два месяца, то есть именно как 2021 год, то тут в целом мы видим тоже восходящую динамику по данной валютной паре, то есть да, мы дошли до локальных максимум, скорректировались и сейчас в области поддержки мы остановились и сейчас пара продолжает расти. Собственно, здесь я тоже для себя был рассматривал вход именно на продолжение роста, но опять же не по текущим ценам. Точно также у меня стоит отложенный ордер примерно на минимальное значение, которые были вчера, во вчерашнюю торговую сессию. Если будет коррекция, то в данную сделку я тоже войду с примерными целями роста на 105.72, то есть как раз на обновление локальных максимум, которые были показаны 5 февраля. А по астралийцу, здесь я тоже для себя рассматривал шорт и я все еще не исключаю его вероятность. Может быть, вошел чуть рано, но тем не менее. То есть вчера я открывал сделку на понижение, вошел по довольно-таки неплохой цене, поставил стоп-лосс. Собственно, здесь риск был полпроцента по данной сделке и можно было бы получить довольно-таки неплохое соотношение риск-прибыль, но стоп-лосс сработал, сейчас уже я нахожусь вне рынка, поэтому тут пока новых позиций открывать не буду. Хотя по Новозеланде ситуация тоже выглядит довольно-таки неплохо. Если мы посмотрим дневной таймфрейм, то мы здесь видим область сопротивления на 74.46, которую пока пара не может пройти, от нее как раз идет сейчас и отбитие. Скорее всего, в Новозеланде можно было войти чуть лучше, чуть интереснее. Здесь мы обновление максимальной значения, где бы у меня стоял стоп-лосс, если бы выходил в эту позицию, здесь не произошло. Но тем не менее, я выбрал астралийц, мне он показался более перспективным с точки зрения продолжения движения. Но нет, такое бывает, это тоже важно понимать. Поэтому по Новозеланде сейчас, если говорить о числовом таймфрейме, у нас идет нисходящее движение, нисходящая формация. Вполне вероятно, что еще в область 71-70-30 мы вполне можем скорректироваться. А золото? По золоту здесь я бы тоже для себя рассмотрел уже непосредственно вход на понижение. Здесь у нас стоит также отложенный ордер sell limit. То есть, в целом общая динамика пока сохранится нисходящая. Есть потенциал снижения еще раз в область 1750. И в этой связи я тоже поставил отложенный ордер. То есть, сегодня цена смогла, вчера цена смогла закрепиться ниже минимум, которые были 10 февраля. То есть, для меня это сигнал к входу. Соответственно, если все-таки произойдет коррекция, то по золоту я бы тоже вошел в продажу. Но не всегда это бывает. Здесь я стараюсь выбирать более аккуратные входы и уже действовать с точки зрения своей торговой системы. Но в целом золото выглядит неплохо для того, чтобы его как раз зашортить, но чуть повыше, если будет коррекция. По DAX у нас продолжается коррекционное движение. Да, мы видели перехайп несколько торговых сессий назад. Но в целом по DAX мы видим такое замедление. Особенно это очень хорошо видно на часовом таймфрейме. Собственно, 9 числа DAX смог закрепиться ниже минимума, которые были как раз в момент локального максимума до 8 февраля. Поэтому сейчас здесь мы видим начало нисходящее движение, которое, в принципе, также и сохраняется. Поэтому пока здесь мы не увидим новых обновлений локальных максимум. Динамика нисходящая, скорее всего, сохранится и продолжится вот в данном ключе. Вполне вероятно, что мы придем еще в область 13756. Сюда мы можем скорректироваться. Вполне вероятно, что мы можем сходить еще чуть ниже. Ту ситуацию, которую мы видели в последних числах января. Но в целом пока динамика здесь нисходящая, что не очень хорошо для европейского фондового рынка. И мы видим, как я уже говорил в начале, некоторые замедления в индексе S&P 500. Пытаемся торговаться в локальных максимумах, но опять же техническая коррекция, скорее всего, здесь может произойти. Можем откатить минимально в область 3834, также 3750. Конечно, если мы увидим 3750, то оттуда будет интересно перезайти опять же на продолжение роста фондового рынка. За этим мы тоже следим. Ну и, как я сказал уже в самом начале, нефть марки Brent тоже показывает негативную динамику. С точки зрения того стремительного роста, который был с последних чисел января с отметки 55 до 61, сейчас мы с точки зрения часоводной фирмы переходим в фазу коррекции. Поэтому сейчас нефть крайне неблагоприятна для покупок, потому что коррекция началась и нужно ждать, когда эта коррекция завершится, тогда принимать уже новые решения. Если вы торгуете нефть или планируете заходить, например, в акции нефтяных компаний, которые очень сильно выросли и опять же находятся на локальных максимумах за последние несколько месяцев. Поэтому здесь имеет смысл подождать, пока становится падение и тогда уже делать решение заходить в нефть или заходить, например, в нефтяные компании. Неделя завершается, скажем так, не очень активно, началась она очень бодро. Мы видели активный рост по ряду инструментов. Фондовый рынок обновлял локальный максимум. А вот к концу дня, к концу недели мы все-таки подходим к таких смешанных чувствам. Ну, посмотрим, как откроется неделя следующая. Не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Вопросы оставляйте в комментариях. Мы увидимся на следующей неделе и посмотрим, что будет важного, что будет ключевого. И я также расскажу о своих идеях и покажу примеры своих сделок, если они будут реализованы. Всем спасибо за внимание, всем желаю хорошего завершения дня, хороших выходных и увидимся на следующей неделе.